И так, ну что ж, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, как всегда, с Вами Ваш Покурант по Галмурой, сегодня мы играем такой, как Майнкрафт, на версии 1.9.2, это будет небольшой обзор механизма, который придумал только что я, только что сейчас, конкретно минут 5 назад, и решил его, так скажем, записать на него обзор, ну вот он, весь механизм, в принципе, этот процесс жизнедеятельности механизма, то есть, то, что он производит, думаю, я надо, на самом деле, недолгий, может, полчаса, может, где-то час, но в итоге получился у меня такой механизм, чтобы у вас запитать, чтобы он работал, нам нужно всего лишь джернуть в рычаг и быстро убрать рычаг, чтобы механизм, значит, работал, весь принцип его действия, то есть, лава и вода, это, всем зрением, то, что это постоянный генератор блыжника, ну или камня, как в некотором случае, так вот, у нас стоит здесь простая схема на два клика, два репитера, то есть, данная схема, которая позволяет нам питать поршень, липкий поршень, он двигается с блоком, чтобы выдвигать отсюда блок, который генерируется здесь же, здесь у нас стоит ровно 10 поршней, не липких, которые запитаны, в свою очередь, репитерами и красной пылью, на последнем же у нас стоит красный факел и немножко тут красной пыли, когда же последний блок достигает красного пыли, у нас идет обновление всех блоков, и поршень сдвигает новый, то есть, сдвигает последний ряд на новое место, почему же это не произошло, потому что именно здесь их 13, то есть, если мы снимем сейчас ряд, уберем отсюда редстоун, то есть, если снимем ряд отсюда, и включим цепь заново, то у нас обновится, и так мы будем делать, давайте еще раз снимем, чтобы продемонстрироваться, даже пару видов сниму, и подождем, пока у нас закроет последний блок, осталось всего 4 блока, 3, и сейчас, я думал над производительностью, то есть, я сделал максимально быстро, то есть, это быстрее, я думаю, не найду способ, вот у нас уже цепь замкнулась и обновилась, и это может делаться бесконечности, на самом деле, потому что вода, она у нас всего, тут всего 2 блока, лава тут всего 1 блок, и вот такая вот система, этой системе может быть несколько применений, от того, что это будет ваш пол в доме, у вас будет, допустим, дом, да, и в нем будет такой вот пол, допустим, вот здесь будет стена, нет, не здесь, здесь будет стена какая-нибудь, не знаю, ага, здесь будет стена, таким вот образом, и, не знаю, и здесь вот тоже будут стены, например, и у нас случайно произошел, допустим, взрыв динамита где-нибудь по центру дома, случайно, так, может, крипер взорвался, я не знаю, что произошло, но суть такова-то, что у нас взорвалась немножко дом, что же, что же делает этот механизм, он нас питает, так, ага, механизм заболкался, что, я его обновил, обновил, и что там у меня обновился, ага, я понял, я понял, в чем проблема, на самом деле, это вот из-за этого происходит, должен произойти сдвиг, вот так вот, и давай-давай-давай, двигай, и еще раз двигай, но на самом деле, такая кропотливая работа, то есть, надо снять еще пару блоков, но механизм работает, или же вы можете взять, как настоящий шахтер Киркум, выйти из режима геймода, в котором я сейчас показываю, геймод, 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 и добывать этот камень, который у нас генерируется буквально на глазах, мы можем это делать до бесконечности, в принципе, нам ничего не мешает, и, в принципе, к обустоунам мы можем нобыть таким образом очень большое количество, можно систему эту продолжить, аналогичным методом, давайте сейчас перебудем, в режиме выживания, креатив мод, эту схему можно продолжить, например, если мы сделаем так, таким вот образом, если мы сделаем ту же, такую же вот схему, из поршней, то есть, они будут толкать в ту сторону, то есть, вот эту глыбу будет толкать сюда, пока здесь будет новая глыба генерироваться, здесь будет новая глыба, и так мы можем делать бесконечности, например, толпа майнеров подойдет, и будет вот это вот все разрушать, бесконечности, пока не разрушит все. В принципе, этот механизм исчерпал себя, я думаю, построить чего сможет каждый, но на всякий случай, я сделаю сейчас построение, то есть, я буду рассказывать, что нам понадобится, и где. Ну что же, давайте приступим. Ну что же, приступим к строительству, для начала нам нужно сделать башенку, о, момент, я забыл выйти из Емода, я хотел все строить, для начала в Емоде, так, 0, Емод 0, вот так вот, приступим, для начала нам нужно сделать башенку, то есть, таким образом, ага, попали, замечательно, то есть, три блока вверх, и, то есть, три блока вверх, и, таким вот крестиком, тут же делаем аналогично, через один блок, вот таким вот образом, все замечательно, я что-то напутал, да, я напутал, надо было сделать, на самом деле, ее здесь, мой косяк, извиняюсь, таким вот образом, сейчас снесем все, что нам не нужно, и продолжим, наше строительство, что ж, ага, так, тут у нас есть, вот здесь нужно ее построить, таким вот образом, что ж, вот это, это основание, для наших, для нашей фермы, то есть, здесь у нас будет стоять, липкий поршень, который будет двигать, один блок, дальше у нас здесь стоит, репитер, здесь у нас стоит, небольшая платформа, с двумя повторительными, которые направлены в разные стороны, и соединено все это красной пылью, давайте вот так вот соединим, для экономии красной пыли, и у нас есть, заранее приготовленный, один рычажок, даже два замечательных, которые можем активировать, для, ага, это мой косяк, извиняюсь, косячу, пока нельзя активировать, надо запитать эти изначально, и, вот все, цепь работает, поршень работает, пока можно заключить цепь, пусть пока не работает, зачем нам это, действительно, следующий наш шаг, у нас есть, ведро воды, и ведро лавы, и мы заполняем, без разницы, в каком порядке, отверстие, которое мы изначально вырыли, и у нас уже образуется, каблстон, который будет, нам нужен будет, впоследствии, это уже отбираем, откладываем, и просто делаем, платформу, здесь таким вот образом, и вот здесь, здесь в общей сложности, должно быть 10 штук, чтобы мы запечатали их, поршнями, в талии, нижние блоки, обязательно мы их ломаем, потому что они нам не нужны, сюда мы ставим наш, единственный, не повторимый, красный факел, сделаем небольшую отводочку, сейчас, ставим здесь, таким вот образом, и ставим репитеры, без задержки, совершенно, без задержки, замечательно, дальше, мы прокладываем здесь, такую сторону, и вот таким вот образом, делаем здесь, в красной пыре, практически у нас схема уже готова, в принципе все, главная схема заключается в том, чтобы красный факел, он, то есть, схема редстоуна, не контактирована с этим поршнем, в принципе, готова схема, у нас затратилось всего, нет ничего редстоуна, и остальных ресурсов, даже на начальных этапах игры, мы сможем это сделать, ой, так, быстро активируем, и закрываем, все у нас работает, в принципе, можно даже вот это вот закрыть, желательно, на картине с дистеклом, для кучи видностей, и что же, что же мы видим, то есть, у нас схема должна сейчас работать, сейчас у нас закончат работу, наш многоуважаемый, мистер поршень, и осталось всего два, давай, 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 и последний, все, спасибо, что смотрели, всем спасибо, что были со мной, с вами был, как всегда, ваш покойный, Пудамамуру, ставьте большие пальцы вверх, если это было видео полезным, немного для вас, всем удачи, всем пока, пока-пока.